живой и необычный у нас сегодня звук из глюкофона это не шутки это так называется инструмент у нас в гостях мастер изготовления музыкальных инструментов алексей борисенко доброе утро всем доброго утра лежит у нас тут на столе нечто космическое вы бы видели это какая-то виде летающей тарелки правильно напоминает звуки тоже очень космические очень космические истории вы можете рассказать этого инструмента да конечно значит инструмент был придуман в индии 2006 году вот первый инструмент был сделан там вообще инструмент это продолжение всем известных поющих чаш тибетских которые гармонизируют скажем так состояние человека вообще пространство до пролистера чистят пространство то есть вызывали чем века различные там эмоции да кто будет там медитацию кто-то там в основном да то есть медитативные какие-то свойства вот и еще у каждого скажем под человека существует своя вибрация на своя настройка как музыкальный инструмент тоже и соответственно глюкофон и поющая чаша подбирается именно по этим свойствам а вообще в германии с немецкого глюк это счастье с латыни радость поэтому да то есть это это уже от этого да и счастье да 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 может быть ну как-то глюкофоним да что то что нибудь сделать сыграем это свою такую импровизация ну не обычно на самом деле а вот есть инструмент ханг да ханг это ну скажем так двоюродный брат ханга да то есть ханг это был инструмент придуман в швейцарии то есть он по своим свойствам в принципе тот же инструмент вот только из другого металла и немного по-другому там такие шишечки по которым также брали и на этом инструменте тоже нужно рука как угодно здесь два способа мелодию можно на нем сыграть мелодию можно да можно вообще принципе даже подыгрывать определенную куда песни то есть нужно просто настроить именно те ноты которые используются в песне то есть я уже занимаюсь профессиональный инструментом устроен называется диатоника на диатонический ряд но и его можно использовать сразу несколько видов пентатоники то есть для импровизации он очень хорошо для заданной мелодии для заданной а вот у нас нет смотрите у нас и играет подложка да вот я сейчас громче просто делаю под нее можно что-то подыграть попробуем сейчас что-нибудь что-то такое сразу по-другому да и слушается уже не просто подложка вы почему у вас есть в эти инструменты ну вообще существует история прям которая образовалась из-за того что я вот начал заниматься в городе омске этническими всякими штуками амбулетами там оберегами у нас был магазин мне был такой друг который привез скажем так эту идею начал заниматься глюкофонами вот я попросил паша пожалуйста принеси инструмент попросил полгода в итоге сам пошел в гараж и начал пилить газовые баллоны и сами уже научились с другом с товарищем сейчас занимаюсь один да у нас есть информация что изначально барабан делали из газа сейчас это из чего сейчас это уже непосредственно эти же заготовки только они завода я заводным работаю чтобы не было за по металлические металлические но сверху покрытия идет это термическое воронение называется для того чтобы защищать поверхности от повреждений и более глубокий звук маленький он отличается по звуку на маленький да он отличается по звуку а давайте маленький мы послушаем после давай задавать его сегодня в студии 54 мы разбираем такой музыкальный инструмент как глюкофон вместе с мастером изготовления музыкальных инструментов алексеем борисенко не разбираем саживание разберешь что-то очень не к чему даже вот зацепиться на к точкам да я так понимаю что вы прям занимаетесь до изготовлением до с нуля но маленький глюкофон хотели послушать ну давайте давай давай вибрация от него или от нашего микрофона вибрация когда на землю ставишь инструмент вибрация идет где-то в радиусе времена двух метров у среднего инструмента на допустим на организм человеческий ставишь тоже в того что чувствуется именно мелкая вот этой вибрации и скажем так оказывает действие положительное но еще зависит от чистоты вот хотел рассказать про чистоту что сейчас я музыка в 440 герц а я настраиваю инструменты именно в 432 герца это частота вибрации нашей природы вот она более эффектно влияет на людей на организм на наши вот и чистит также пространство то есть мы сейчас очистили студию да ну да нужно еще поиграть хотя бы минут от 5 это очень известный вердевский строен до баха еще использовался это вот сейчас вы сказали очень непонятную вещь был такой человек не про баха мы знаем до баха был человек у у него фамилия была верди именно джаза вот в этой вот по-моему да по-моему да вот и он использует и играл музыку именно в 432 герца а как это можно при изготовлении настроить с помощью электронного тюнера в любом андроиде есть микрофон можно установить программу и а вот эти вот палочки вот интересно вы их тоже сами явно делаете да потому что на там наконечники такие виде шариков резиновых то есть вот каучуковые попрыгунчики и палочки слушай все просто элементарного все газовый баллон каучуковые палочки шарики резиновые все это прорези вот я наблюдаю в инструменте ну прорези это сам лепесток который звучит от вибрации получается да то есть у него он настраивается по тюниру и соответственно у него разные размеры когда ударяешь по нему он начинает вибрировать за счет этого происходит звук я могу потрогать да да конечно конечно нужно как горячему утюгу вот примерно техника а ну вот я понял вот куда куда ты вот так вот делаешь когда правильно кстати не так просто это было заметно идет вибрация да и собственно вот вот из-за чего идет звук где его используют в основном домашних уже медитации тоже для для всего то есть вот допустим совсем недавно в красноярск отправил заказчик заказали инструмент вот человек позвонил прям радостно горит дети горит засыпают вообще просто на ура горит минуты горит не про кнопку оркестре же не встретишь такой инструмент в оркестре я думаю нет ну допустим меня уже музыки какой-то донечно есть такие инструменты этнические да там джембо диджериду вот люкафон соответственно это на этом же уровне на этих же вибрациях они вместе гармонируют очень хорошо его можно абсолютно любого размера сделать вот у вас два вида размер есть еще третий размер он 30 сантиметров это основной размер есть какие-то критерии то есть больше меньше нельзя или как можно делать огромный глюкафон еще мне кажется можно можно ребята друзья тоже говорят давай сделаем уже такой во всю комнату что чтобы соседи съехали девятиэтажку все очистить очистить много заказов но всегда по-разному мы в основном ездим по всей россии с магазином у нас магазин руки мира новосибирске вот у нас очень много ручных работ ручных изделий товаров народного творчества вот с ними мы со всеми ездим по россии рассказываем людям вот что есть такое чудо инструмент кто-то заранее на живут омске допустим были сейчас на день города ездили человек два года ждал пока мы вернемся в омск он именно за инструментом пришел какие-то еще инструменты делаете ну так пробовали калимбы делать это африканская ручной фортепьяно небольшие в индонезии делать из кокоса если каши песня калимба да луна да она как раз посвящена вот этому инструмент из кокоса корпус из кокоса изготавливается получилось ну да получилось мне про стоимость хотелось расстроена ну вообще стоимость варьируется у нас средняя по россии до начиная от 6000 заканчивая 20 тысяч рублей на это и за иди дешевый инструмент зависимости от размера от покрытия не каждый мастер еще делает уровень зеркальной полировки это очень важный момент он увеличивает там чистоту глубину звука вот настройку опять же надо проверять всем советую всегда по тебе по тюниру прямо в любой android устанавливается программа до тюнир там вставляется герцовка и проверяется каждая нота если инструмент настроен грамотно то он будет скажем так работать важно какой металл металл ну вообще ребята которые на урале металл они сейчас именно экспериментируют по звуку и по толщине металла это очень важно да скажем так ну еще пока что-то такое новое не придумали по толщине металла то есть два миллиметра три и три с половиной три вида скажем так есть ну и соответственно чем больше толщина тем глубже звук и больше размер а на ханге вы пробовали играть да конечно ханг тоже замечательный инструмент ну вы его не изготавливаете нет ну ханг очень сложно во первых изготовить нужно специальные инструменты которых в россии к сожалению достать у нас очень сложно и по времени это гораздо больше времени она 2 одновременно вот я хотел тоже спросить можно а давайте 1 3 а давайте попробуем да я закрыл глаза я себе представил картину мы дотянули мы до пяти минут нет в общей сложности очистили ауру очистили точно вот интересно что люди заказали инструмент но не для того чтобы играть где-то там использовать его записывать музыку и так далее а просто для домашних в основном какие заказывают для этого то есть он скажем так именно гармонизирует состояние потому что у него гармонич как игрушка ну не как игрушку а как как предмет который ну как часть тебя получается по вибрации тебе подходит и выбираешь а прям среди ноги что по-моему они все звучат по разным все по-разному настроены да да и у каждого опорная нота она разная скажем программу там от соли для сделать от си и соответственно сочетание нот разных гармония разная можно минорную можно мажорную сделать веселую грустную вот ничего себе то есть не нельзя вот так заказать скажем по интернету чтобы да лучше выбирать непосредственно у инструмента хотя бы посмотреть видео послушай то есть внутренние ощутить как инструмент звучит а выглядят они могут по-разному там цвет я не знаю рисунки какие-то сейчас начал тоже новосибирске работать с ириной она занимается гравировкой сделала такую гравировочку ну вообще раньше красили тоже инструмент но как выяснили тоже в ходе экспериментов различных всяких краска глушит инструмент то есть умение становится звонки но он же все равно какой-то вот цвет и это это цвет металла изначального никогда покрывается маслом и запекается печи под определенным уровнем температуры и соответственно чем больше температуру ну чем дольше мы держим инструмент тем темнее он становится но не могу не спросить про подушечки конечно же самого начала как увидела какие подушечки что это необычные подушечки это подушечки под глюкафон подушечки на самом деле ничего такого у них сверхъестественного нет это совсем недавно стали работать со знакомой она шьет чехольчики такие этнические красивые подушечки шьет потому что его нельзя положить на стол на твердую поверхность он должен лежать на мягком потому что вибрация должна проходить на диван его можно положить без подушечки вместо подушечки на коленках алексей что-нибудь сейчас играете мастер изготовления музыкальных инструментов алексей волесенко у нас был в гостях мы рассказывали и слушали и слушали глюка фонда прямо сейчас звучит вот эти звуки счастья наслаждайтесь друзья очищайтесь я покидаю студию до понедельника всем добрых позитивных выходных до евелина варина александр чазовитин алексей волесенко всем добра и позитива живите интересно ура александр и Продолжение следует...